Здравствуйте! Время больших ножей на канале Архадыр. Златоуст Таир Шериф. Общая длина 375 миллиметров, длина клинка 250 миллиметров, ширина 46 миллиметров и толщина обуха 5 миллиметров. Поехали! Для начала, как обычно, почистим картофель. Как я уже говорил, напомню на всякий случай, у нас смысл теста заключается в том, что я даю самую обычную работу, не какую-то нарезку, не какую-то там, ну именно крупную нарезку мяса там или еще что-то, а вот чистка картошки, потом курица и овощи. Ну, конечно же, с учетом того, что ширина клина здесь 4 сантиметра 6 миллиметров, я могу сказать, картофель нарезать, вернее не нарезать, начистить им можно, но в самых каких-то ограниченных количествах, то есть рука очень быстро устанет. И посмотрите, у меня постоянно как-то идет... Ну, чистка неконтролируемая. Конечно, нужно понимать, что чистка картофеля – это совсем не его работа, не его задача. То есть, я думаю, что когда мы начнем резать, там совершенно другая песня будет. Ну, все равно справился, молодец. Все равно легче, чем топором. То есть, пускай неравномерная, но достаточно тонкая кожура идет, и, как видите, получается. Но, повторюсь, если вы будете этим ножом чистить картофель, скажем так, в таких серьезных количествах, у вас очень устанет кисть. Действительно. Как я и говорил на обзоре, меня немного забавит вот это политкорректное название «Шериф». Ну, или не политкорректное, оно, конечно, относит нас к каким-то его американским истокам. Но для меня этот нож, конечно, в каком-то смысле символ рабовладельческого строя, именно американского. То есть, этот нож, ну, я имею в виду, вид этого ножа, форма этого ножа, создавалась именно тогда, когда был рабовладельческий строй в Соединенных Штатах, когда было много скотобоин. Ну, попробуем поставить палец сюда, в этот чоэл. Ну, не сейчас, потому что для того, чтобы нарезать кубиками, мне в любом случае необходимо как-то контролировать. А вот и решение. Вот первое решение. Просто супер. У ножа, напомню, прямые спуски от обуха, и первая такая, скажем, приятная неожиданность. Посмотрите, из-за строения вот этого вот боу и клина, несмотря на то, что здесь у нас реальный топор, реальный тесак, в этом месте прямые спуски мы имеем просто обычный нож для нарезки. Вот. Вот такой вот. То есть, не надо резать вот этим местом. Если резать самым кончиком, получается очень даже симпатично. Великолепно. Режет очень легко, действительно. И, надеюсь, вы слышали, и сейчас вот на крупной луковице это будет еще заметнее, такой момент, что не было, вообще не было звукораскалывания. Это именно из-за того, что у нас очень широкий клин, прямые спуски, и, как я сказал, в этом месте мы имеем достаточно тонкий клин, тонкая, скажем так, тонкий нож. Поэтому, конечно, какие-то, честно сказать, какие-то вот именно нагрузки на выламывание, я могу откровенно сказать, я боюсь давать этому ножу, потому что я понимаю, что это все чревато просто тем, что нож я сломаю. Именно вот в нижней, скажем так, части клина. В общем, сделан у нас у Златоуста нож-шериф. Честно сказать, я особо не понял, почему они назвали Мачете Джанго, именно из-за фильма, наверное. Но тогда, опять же, понятно, почему штрафбат назван штрафбатом. Вот. И, к слову сказать, парочка таких Джанго у нас тут поселилась в соседнем доме. Но я надеюсь, что никто меня не обвинит в расизме сейчас. Потому что, поверьте мне на слово, я не расист. Мне чужды какие-то националистические проявления. Очень хорошо нарезать. Слышите? Вообще нет хруста. Вообще резак просто отменный. просто замечательно все получается. Так вот, я за себя могу сказать, что у меня среди таких именно близких друзей есть очень много украинцев, таджик, еврей, татарин. Я совершенно лояльно отношусь к людям, которые хоть как-то от меня отличаются. То есть с другим цветом кожи, другого вероисповедания совершенно спокойно. Здесь именно единственное сразу скажу, что я не испытываю особой толерантности к геям, но именно я не против геев как таковых. Каждый сам решает как, где, каким образом ему делать то, что он делает со своими партнерами. Есть другой момент. Я против того, что это пропагандируется на каждом шагу. Это да. Так, вот такие у нас сегодня томатики. Томаты режут просто, что я говорю, как я называю это со свистом. Вот это попался очень мягкий, очень мягкий. Посмотрите, просто как лезвие. Последний правда замял, перехвалил. Так вот, я даже сделаю, на одну секунду прервусь. Понимаете, вот мое отношение к беженцам, потому что все-таки в Европу сейчас хлынула волна беженцев, все, что нужно, это просто приезжай, никто не против, живи, тебе дадут кров, тебе дадут медицину, твоим детям дадут школу, тебе дадут возможность учить язык, получать образование и так далее, и так далее. Единственная просьба, не сри там, где ты живешь, не совершай преступлений, не оскорбляй людей, которые живут в том доме, в который ты пришел. Я сам не являюсь представителем коренной национальности, государстве, в котором я живу. И я всегда нахожу общий язык со всеми. И вот эти вот ребята темнокожие, которые поселились вот у нас неподалеку, я вижу, что они действительно как-то что-то там ковыряются, как-то вот в общем делом заняты. Там машину не машину ремонтируют, и как-то нету каких-то оскорбительных моментов и прочее. Но то, что тут недавно творилось в Германии, это просто ребята уму непостижим. За помидоры шерифу пять с плюсом. Режет просто великолепно нож. И здесь момент такой, что все, что происходит сейчас в западных странах, все, что происходит сейчас в Германии, в той же самой, это не потому, что там какие-то негодяи к ним приехали. Нет. Я даже не обвиняю людей в том, что у них такой склад мышления. Они не уважают людей, к которым они приехали. Они не чтут эти традиции. Они привыкли к другому. И к сожалению, нужно признать, они реагируют только на силу. Потому что, наверное, именно потому, что они просто, скажем, не то, чтобы выросли, они приехали из стран, где другие более суровые условия, где выживая действительно сильнейше тот, кто умеет за себя постоять. Если те же самые немецкие мужчины не в состоянии постоять за своих женщин, то это проблема немецких мужчин, а не тех мужиков, которые задирают этих женщин где-то в новогоднюю ночь в Кёльне. Взял и промахнулся. Маринованная паприка 5 с плюсом. Просто супер. Я не знаю, какой из этого ножа будет топор, но резать им, я думаю, даже, что после всех этих тестов шериф займет достойное место у меня на кухне именно как кухонный нож. Просто офигенно. А я еще представляю, как он будет нарезать мясо. Мясо это будет просто наверняка просто фантастика, потому что посмотрите, какой длинный широкий клин. Рез у ножа просто великолепный. Ну и продолжу момент, что надо с самого начала не на уровне каких-то мужиков, которые возьмут в руки колья, ножи, вилы и пойдут громить лагеря беженцев. Нет, на государственном уровне наводить порядок. То есть четко обозначить. Совершил уголовное преступление, сразу депортируется домой. Какие-то там проявил каким-то образом грубое неуважение, сразу депортируется домой. Потому что нам это в принципе не грозит в Эстонии здесь. Так, все, мы порезали и переходим к куринии. Почему? Я вам объясню. У нас не будет такого наплыва эмигрантов в Эстонию по той простой причине, что так, это я сделал. Я извиняюсь за сумбур сегодняшнего мини-теста. Что-то я заболтался. Сейчас смажу. Потому что у нас очень невысокие пособия и сразу как только пошла вот эта проблема в Европе обалдеть как режет. супер. Наши парламентарии, к которым я отношусь достаточной долей критики, они в данном случае проявили себя молодцами и сразу приняли несколько законов. Первый из которых никакое пособие беженцу не может превышать пособий выплачиваемых жителям государства, постоянным жителям государства безработным. Все этим они сразу же сделали так, что для большинства беженцев Эстония стала неинтересной. Не будет халявных денег, не будет халявных пособий. Следующее, что они сделали, они и в этом плане я опять же похвалю наших парламентариев, которых я не очень люблю. Супер! Они сказали, что не будет вот этих вот каких-то мощных дотаций на обустройство, на ремонт жилья. В общем, всячески закрыли поток каких-то именно халявных денег и поэтому я думаю, что мы можем в этом плане не беспокоиться, что к нам какие-то лоботрясы приедут. Да, каких-то 500 человек принимают и сразу же вот у нас, ну, наверное, потому, что государство маленькое, сразу в прессе пишут, что приехали такие-то, такие-то, вот с таким-то образованием, разговаривают на английском языке и заинтересованы в такой-то работе. Это сделано для того, чтобы среди людей не было паники, чтобы среди людей не было вот этой вот агрессии в отношении чужаков. этим словом я так вкратце обрисовал ситуацию, что у нас творится. Ну, а на каком-то бытовом, на личном плане, я говорю, что все, ну, каждый, скажем так, наглеет ровно настолько, насколько ты позволишь человеку обнаглеть. если ты позволишь, чтобы с твоей женщиной грубо где-то там разговаривали на улице, это твоя проблема. Ты, значит, мудак, а не тот, кто грубо разговаривает с твоей женщиной. Если ты позволяешь, чтобы твоих детей в школе, скажем, задирали именно по каким-то национальным признакам, по признаку цвета кожи и прочее, прочее, опять же, это твоя проблема. Вот это люди должны сами решать на каком-то именно на уличном уровне, не дожидаясь каких-то там полицейских или иных реакций со стороны государства. И все, и все будет нормально. А так пускай приезжают работать, никто не против. Уж, по крайней мере, я точно не против. Я повторю, что я русский, живу в Эстонии. То есть, в принципе, ну, по большому счету в отношении меня какие-то, скажем, представители коренной национальности могут также сказать, что я здесь делаю. Но у меня другое дело, я родился в другое время в этом же государстве. Одним словом, вот такие дела. поэтому, когда знакомые там из Германии рассказывают о реальных ужасах, которые там творятся на улицах, я всегда говорю, не, ребят, это вы сами сделали. Все очень просто. Если, скажем так, выйдет на улицу себя защитить один человек, ему просто навтыкают, ему дадут дюлей. если выйдет, скажем, 200 человек, их разгонит полиция просто. Скажут, вы тут все расисты собрались, вы тут такие-сяки. Если выйдут протестовать 5 миллионов, то, причем серьезно так протестовать, по-взрослому, именно разбираться не с приезжими, вот с этими вот ребятами, а с собственным государством, которое позволяет такой херней заниматься на собственной территории, то это повод изменить историю, и через какое-то время в учебниках истории про этих 5 миллионов, а то и 25 миллионов, напишут, что все было правильно. Все зависит от количества людей, которые захотят постоять за свои права. Но, я повторю, это разговор несет такой больше бытовой характер, навеянный новостями какими-то вот этим прекрасным ножом, потому что в принципе я повторюсь против того, чтобы на канале посвященном там ножам и еще чему-то там какому-то здоровому образу жизни обсуждать политику. А теперь собственно о ноже. Нож сразу скажу, вот если сравнивать именно работу по кухне, он точно круче работает по кухне, чем таежный, большой абхазский бургут. Это действительно, ну, я вам абсолютно честно сказал, что после того, как все тесты закончатся и прочее, и прочее, я его нормально заточу и он у меня будет спортом. Конечно, не на каждый день именно из-за того, что рукоять не, скажем, не синтетическая, а натуральная, но он точно будет работать по мясу, сто процентов будет работать. Я думаю, что все оценили как ловко действительно он расправляется с курицей. Ставлю. В общем, что я могу сказать? Резюмируя то, что я вот сейчас говорил. Сейчас мы самое главное, это действительно, может быть, у меня немножко наивное такое понимание ситуации. Самое главное, это чтобы люди уважали друг друга, местные уважали, приезжих, приезжие уважали и чтили традиции. Пускай хорошо, вам там не нравится наше Рождество и прочее, прочее, но и не надо позволять себе каких-то хамских выпадов по этому поводу. Ведь все-таки действительно, вот та же самая Германия, я знаю, что там, вот как мне говорят, в лагерях беженцев, конечно, там не дают свинину и прочее, прочее, это разумеется, но при этом почему-то они считают возможным бросать вот эту еду просто в лицо вот этим волонтерам, которые там этим занимаются. Ну и второй момент, если среди приезжих попадаются ненормальные люди, которые неуважительно к тебе относятся, заставь уважать свои права на нормальную, спокойную жизнь силой. именно как на государственном, так и на личном каком-то бытовом уровне. Ну, я думаю, что в отношении именно старого света, старых европейских демократий все, что я сейчас говорю, это так, теория. одним словом, ребята, нож шериф Златоуст Аир пока что на данный момент из тех больших ножей, которые у нас тут были, он показал себя на кухне лучше всего, он показал себя просто великолепно, мне очень понравилось им работать, и я надеюсь, что он в лесу, как бы он себя в лесу не показал, у меня очень положительные от него впечатления, и я надеюсь, что если он в лесу выживет, там и не сломается, и прочее, прочее, то это действительно будет такой мой надежный, хороший помощник по мясу. Несмотря на внушительные размеры и толщину обухов 5 мм, нож мне не чувствуется каким-то тяжелым, и плюс еще один момент, я вам скажу, это один из немногих ножей, где я могу действительно практически всю кромку задействовать, посмотрите, то есть у меня идет, упирается вот эта гарда раньше, чем упирается ладонь, очень такой хороший длинный рез могу себе позволить, просто великолепно, замечательно, спасибо за просмотр, всего доброго.